До недавних пор я не знала, что в Молдове есть паромные переправы. Этот маленький паром перевозит автотранспорт и пеших пассажиров из села Маловато в Маловато-Ново совершенно бесплатно, являясь муниципальным транспортом. Широкая водная гладь, которую мы видим, это часть Дубасарского водохранилища. Паром ходит туда и обратно раз в несколько часов. Это единственный способ добраться из одного села в другое, не используя длинные объездные пути. Вся поездка с одного берега на другой занимает около пяти минут, куда больше времени уходит на парковку автомобилей на барже перед отправкой. В нескольких десятках метров от паромной станции в селе Маловато-Ново можно прогуляться по обновленному парку и посмотреть на реку. Вода здесь не глубокая, не быстрая и дно слегка илистое. Но вообще, это самое широкое место Днестра на всем его течении. Однако, не маловато единой. Видео было бы не таким интересным, если бы я не добавила в него посещение праздника лаванды, что проходил недалеко от села Роги Дубасарского района. Ход на праздник стоил 150 приднестровских рублей. Тебе ставят на руку штамп и дарят букетик лаванды. Справа отдельный столик для тех, кто приобрел электронный билет. И сразу же, попадая на территорию мероприятия, погружаешься в атмосферу красоты и отдыха. Чуть не забыла сказать, что на входе стоят борды с правилами поведения. Лаванду нельзя рвать и топтать, например. Давайте пройдемся и посмотрим, чем еще можно заняться на празднике лаванды. По правую руку продают сногсшибательный Дубасарский квас с украинским названием. Он покорил меня тем, что и вправду утоляют жажду, а не как остальные, которые продаются в бутылках. Дальше идут зоны с мастер-классами для детей и взрослых. Мы приехали в обеденное время, поэтому можем наблюдать, как часть из мастер-классов уже заканчивается. А в части ждут, наверное, следующую смену. Вижу знакомый холодильник с украинским мороженым. Здесь игровая зона для детей, но дети собрались почему-то в другом месте. Оно будет дальше. Тут стенд клуба по изучению английского языка и барная стойка с безалкогольными напитками и перекусом. В углу продают санкрию, но я заметила это только сейчас. И вот под этими шатрами возле сцены почему-то собрались родители с самыми маленькими детьми. Оборудованные зоны для отдыха со столиками из бочек и стульями из сена. Там свежий воздух, тень и аромат травы. Очень уютно. Главное, что места достаточно и никто не стоит впритык друг к другу. Дальше вижу продажу выпечки и меда. Мед, напитки из меда и медовой сладости. Здесь можно приобрести и в качестве сувениров на подарки, и для себя любимого в баночке побольше. Так, еще одна зона для отдыха и еды. Что меня тут очень порадовало, так это наличие кулера с бесплатной водой и стаканчиками. Жру это просто необходимый бонус. А дальше столы со всевозможными сувенирами, в том числе и ручной работы. Изделия ручной работы из глины. Домовенок Кузя, ну прям как настоящий. Все эти котики, барашки, совы и другие животные тоже колокольчики. Цена колокольчика 50 приднестровских рублей. Это около 3 долларов США. Дальше стол с текстильными игрушками и сувенирами. Сувениры для дома и часто QR-код со страницей в интернете, где все это можно купить и после праздника. Очень приветливая хозяйка Сойка Соб. Ее можно найти в инстаграм по названию бренда. Сувенирная керамика, украшения для волос. Где мои 7 лет, я бы не устояла. Палатки с игрушками хендмейт и популярными массового производства. Еще одно кафе и даже эзотерический магазин. И он, смотрю, имеет успех. Люди покупают благовонии и масла. А дальше давайте пройдемся по локациям для фото. Сейчас полдень, не лучшее время для съемок, поэтому и людей немного. Но я приехала ради фото и я их сделала. С виду непонятная фотозона с зеркалами, но фотографии там получаются отличные. Фотозона, символизирующая органы чувств. Стол посреди поля. И Volkswagen Juke с раритетными чемоданами на крыше. Меня очень волновал один вопрос. Но сидеть, оказывается, внутри нельзя. Ну ничего и так сойдет. Рама с пучками лаванды. Вид на Днестр. Делаю селфи, без нее никуда. Насколько мне известно, это лучшее место для фотографий на фоне лаванды. Есть и другие поля в границах Молдовы, но такого шикарного вида на Днестр нет больше нигде. Только здесь, в Рогах. Дело в том, что в 90-е выращивание лаванды по территории всей бывшей Молдавской ССР пришло в упадок из-за отсутствия рынков сбыта. Сейчас поля потихоньку восстанавливаются, и увеличивают свою площадь. В этот же день мы посетили Дайбанский винзавод компании «Квинт». Размеры виноградников производят незабываемое впечатление. Мы ехали на автомобиле очень долго, прежде чем попали на территорию предприятия. Общая площадь виноградников превышает 500 гектаров. Выращивают более 20 сортов винограда. Основаны виноградники в 1994 году. Дайбанский завод – завод первичного виноделия. Нам показали цеха первичной обработки винограда. Это как раз такой цех, способный обработать за сутки десятки тонн урожая. Дальше нас провели в цех прессовки. Здесь установлено современное итальянское оборудование, и сам процесс проходит очень быстро. В зале брожения показаны огромные емкости. Оказывается, они разные в зависимости от того, какое вино бродит, красное или белое. А еще у Дайбанского завода есть цех с современными французскими перегонными кубами для производства бренди. Но с ними я почему-то наснимала только вертикальные видео. Вино и лаванда – две стойки ассоциации с Молдовой. Виноград здесь растет повсеместно, а на фоне цветущей лаванды очень популярно делать фотографии. Я надеюсь, что это видео рассказало вам о чем-то новом, было приятным и полезным. Увидимся!